Продолжаем дегустировать дальше, и следующий виски будет королевский Ройл Лох Нагар. Да, совершенно верно. Этот виски очень, тоже еще один из редких экземпляров. Если Глин Ливит, на самом деле, у нас достаточно широко представлен, даже как минимум в Харькове, то Ройл Лох Нагар, этот виски редкая птица в магазинах, еще большая редкая птица в ресторанах. Тем не менее, как вы правильно упомянули, что это королевский виски, приставку Ройл получали не просто так. То есть ни один производитель вообще любого напитка в Англии не имел права вообще употреблять слово королевский просто так. Приставку королевский вручала только корона, то есть королевский двор специальным указом. И этот указ, и эта приставка означало, прежде всего, то, что этот производитель являлся официальным поставщиком королевского двора. Среди производителей шотландского виски всего таких было производителей три. Один из этих производителей уже не существует. То есть, в общем-то, в более-менее свободной продаже осталось два образца виски, которые пила в свое время королева Виктория. Винокурни основана в 1845 году одним таким хитрым бизнесменом, потому что он построил винокурню в нескольких километрах от королевского замка, в котором отдыхала королева Виктория. В какой-то один приезд он привез партию своего виски и дал попробовать королеве Виктории. И так очень понравился этот виски. Она подарила приставку винокурни Лохнагар, приставку Ройл. Этот виски из региона Хайланд или Высокогорье. Ройл Лохнагар находится в самом центре, ну, центральное Высокогорье. Виски из центрального Хайланда отличаются достаточно таким мужественным характером. Этот виски может показаться немножко резким, более насыщенным. В его производстве немножечко используют торф. Поэтому какие-то некоторые такие медицинские или морские оттенки в этом виске могут уже присутствовать. Аромат такой сильный, он может немножечко после предыдущего Глин Ливита показаться даже резким. Но это такой стиль. Вкус насыщенный, с некоторыми оттенками, такой вот костра, наверное, немножко дымный такой. Очень хорошее, интересное послевкусие, в котором может даже угадаться некоторые такие фруктовые оттенки. Как Вам виски? Я думаю, если королевская семья предпочла этот виски, то его обязательно стоит попробовать.